Если бы животные умели разговаривать, они поведали бы вам о своих горьких судьбинушках. Но за них это делает наша телекомпания, которая не первый год ведёт серию репортажей из приюта, созданного по инициативе Татьяны Тимофеевой. Благодаря её энтузиазму, немногочисленным помощникам и благотворительности горожан и держится это хозяйство. И помаленьку обустраивается. Татьяна Владимировна с 2005 года пробивает на областном уровне закон о содержании и защите домашних животных. И на днях вернулась из Пскова с хорошими новостями. 23 июня в Пскове было проведено последнее заседание рабочей группы по подготовке законопроекта по защите и содержанию животных Псковской области. Для зоозащитников радостно то, что в законе прописано создание приютов на областном уровне. На данном этапе, как признали псковские власти, Методы отлова, которые в кавычках можно назвать отловом, на самом деле происходит убийство животных средь бела дня на глазах у населения запрещенными методами. И непосредственно используется препарат децелин, который запрещен для использования на территории Российской Федерации. И главный ветеринарный врач области Смирнов, города Пскова, Смирнов Константин Евгеньевич, неоднократно обращался в прокуратуру. И вот этот вопрос постоянно муссируется, но пока решения конкретного нет. Будем надеяться, что в Пскове тоже будет цивилизованными методами решаться данный вопрос. Если в Пскове зоозащитная организация ещё только создаётся, наш Центр Милосердия активно созидается и даже имеет своеобразный информационный центр. Хотите отдать или взять животное? Звоните на приютский мобильный номер 911-885-84-00. И вам могут предложить много вариантов. Так, минуя приют, устраиваются некоторые собаки и кошки. Население города уже знает, куда звонить, если четвероногие бродяги создают неудобства. Можно и в милицию, у которой налажена связь с приютом. Если вам не дают пройти и кусают за ноги, как в случае с этой дворняжкой с Гагарина-139. Или псы, забранные с территории интерната на Половской. Грей или Гриша, отдалённо напоминающий овчарку, полтора месяца живёт в приюте, как и этот, неизвестной судьбы и породы. Они будут хорошими сторожами, уверены здесь. На что вот только рассчитывать старому боксёру, его достали из люка, куда он провалился, сотрудники МЧС. Здесь он уже с месяц, а может, на всю его собачью жизнь. Разве что из сострадания заберут и этого одноглазого пирата. Ласки ведь хочется всем, особенно если её и не было. В главном помещении сейчас пусто, ждёт отделки комнаты клиника для стерилизации. В карантинном отделении, где прибывающие животные должны провести 10 суток, нет даже нормальной двери, не говоря об отоплении. На убогое содержание презрительно взирает бриданский веслоухий кот, поступивший на днях. На летнее время мы соорудили домик для кошек, так как внутри с собаками соседство не очень благоприятно. Но к зиме мы планируем отопление, сделать котёл, и чтобы был обогрев в других помещениях. У нас одна печка в центре, и кошечек уже можно будет переместить. Но мы ограниченно принимаем кошек, только самых экстренных таких, там умерли хозяева или с территории заводов, когда руководители обращаются. И вот в этот летний домик мы помещаем. А зимой, если получится у нас с отоплением, тогда мы переместим внутрь. И вот мы обращаемся к гражданам, чтобы и к предприятиям, чтобы оказывали нам поддержку, так как нужны средства для того, чтобы отопление сделать дополнительных комнат для кошек. Новые поступления ожидают здесь, с территории фарфорового завода, где 12 кошек и котят портят заводу продукцию. А куда я их всех дену зимой, разводит руками Татьяна, если нет котла для обогрева всего здания. Проблемам приюта хоть и початый край, но и надеются здесь не только на себя, а и на помощь всего города. Животные рядом с нами всегда, дома или на улице, свои или чужие, но они ждут нашей помощи и заботы.